Девушки отдыхают Я стал спрашивать у Бога Почему я? Я родился в семье, где родители сами были еще подростками Мои мать и отец не могли меня обеспечивать И моя бабушка вызвалась растить меня Вместе с ее 12 детьми Когда мне исполнилось семь, бабушка серьезно заболела Меня забрали из-под ее опеки и отдали на усыновление После чего следующие 10 лет моей жизни превратились в довольно сложное испытание Меня запирали на всю ночь в подвале Я сидел на верхней ступеньке и постоянно колотил в дверь, умоляя, чтобы меня выпустили Мне говорили, что я никогда ничего не достигну Я стану никем Мы росли в нищете и всегда сталкивались с проблемами, когда доходило до каких-то даже простейших нужд Я крал молоко и хлопья из магазинчика на углу И это, в принципе, был весь мой рацион Когда мне было 10, моего отца убили Его застрелили насмерть И часто люди говорили мне Ты будешь таким же, как твой отец Ты либо погибнешь, либо попадешь в тюрьму Я помню, как научился кое-чему, как выглядеть хорошо снаружи Я, возможно, выглядел очень ухоженным снаружи, но внутри не было ничего, кроме боли Я побывал в трех приемных семьях Проходил лечение в репцентре Жил в 8 различных приютах, в исправительной школе для несовершеннолетних И в конце концов меня отправили в самый большой центр для молодежи в штате Миссури Это твой последний шанс взять себя в руки Все, чего я хотел в жизни, было просто восполнение всех моих простейших нужд И вот он я, 17-летний Страстно желающий поступать правильно Но не имеющий представления, как это сделать Когда я был на последнем курсе, я сел в автобус, чтобы доехать до дома моего друга Когда я зашел в автобус, у меня произошла словесная перепалка с парнем, с которым я играл в баскетбол Я вышел из автобуса, и он вышел следом за мной Я встал в защитную позу, думая, что мы сейчас будем драться А он вытащил 357-й магнум Я помню, как он трижды выстрелил в меня, в плечо, в шею и в руку Во мгновение я был полностью парализован, я вообще не чувствовал боли В ту ночь я чуть не умер, мне сказали, что я больше никогда не смогу ходить Но единственное, о чем я мог тогда думать, это как мне найти того парня Месть Моей целью было посадить его в инвалидное кресло Или убить В то время у меня к Богу было много вопросов Почему я? Он буквально сказал мне, что для того, чтобы быть прощенным, я должен простить И я знал, что мне придется простить парня, который меня подстрелил Для меня это был единственный способ наладить отношения с Богом И это мне на самом деле очень помогло, потому что в первый раз в жизни я говорил с Богом После того, мне не давал покоя другой вопрос Почему Бог спас меня? Почему я прохожу через то, через что прохожу? Какова моя цель? Все закончилось тем, что я получил стипендию в университете Миссури, округ Колумбия Мне нужно было написать работу, и я решил писать ее о системе правосудия для несовершеннолетних Я ездил по разным учреждениям для несовершеннолетних, похожим на те, в которых когда-то я был Один мальчик подошел ко мне, и я рассказал ему свое свидетельство Потом он рассказал мне о своей жизни Я подошел к руководству и сказал, я не знал, что этот парень прошел через такие ужасные вещи в своей жизни И они сказали мне, мы тоже об этом не знали Поэтому я решил, что паренек просто соврал мне Но потом этот мальчик посмотрел на меня и сказал мне Мистер Флауэрс, я не врал вам, я соврал им И это меня озадачило Я спросил, почему я? И он ответил, потому что мы с вами сидели в одной камере И этот один общий знаменатель позволил ему открыться мне и поделиться со мной его историей И когда я вышел оттуда, я встретил женщину До сегодняшнего дня я верю, что это был ангел Она подошла ко мне и сказала Я не знаю, кто вы, откуда вы и что собираетесь делать в будущем Но у вас есть дар работать с такими детьми В тот момент я понял, чем я хочу заниматься до конца своих дней Бог поместил в мой дух понимание, что это оно Я посвятил свою жизнь работе с детьми Я понял, что если ты действуешь в совершенной воле Божьей То ты не ущемлен Потому что если ты действуешь в Его совершенной воле Он сделает тебя способным сделать то, к чему Он тебя призвал Даже если это тебя ущемляет Я понял, что дети, с которыми я работал Все они проходят через что-то, что я уже прошел Их родители были в тюрьме или мертвы Они растут в нищете, у них проблемы в школе Они ощущают недостаток в эмоциональной и физической поддержке Недостаток в образовании Я знал, что Господь дал мне уникальный дар Работать с молодежью повышенной группы риска Я понял, что дело не во мне Дело в том, что Бог может сделать через меня Для того, чтобы изменить жизни других людей Меня зовут Тайрон Флауэрс И я второй В то же время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...